Какие ИСАУ? Зачем тут? Там половина этих ИСАУ сразу к нам приедет, что ли? Ну, люди, что ли? Мы все все прекрасно понимаем. В Госдуму внесен законопроект о понятии «миссионерская деятельность». Слава, да никто бомбы искать не будет. Ты где живешь, они знают. О, Господи, какие смешные. Никто этих бомб и закладывать не будет. И даже сообщать о них не будет, если мы сейчас говорим об этом. Значит, мы что-то другое будем делать. Как вы не понимаете? Или я вот сейчас прям тут сижу и рассказываю о плане действий. Хотя, кстати, туда ближе мы будем открыто говорить о том, что будем делать. А искать будут, потому что они дебилы. Конечно, никуда. Потому что есть система. И с системой нужно бороться, только ломая эту систему. Как вот, как вот. Укрутится колесо, да? Ничего не сделаешь. А вот лом в стороны воткнул, как в том анекдоте. Помнишь этот анекдот, когда в Советский Союз прислали японский станок деревообрабатывающий? Помнишь, они там берут бревно такое здоровое в этот рейсмус, или так он там называет, сюда запускают, там, раз, изделие выходит. Там дядя Паша стоит такой, говорит, о, бля, раз, такое более какое-то бревно ужасное туда засовывают. Там, бля, 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 штапик выходит. О, бля, такой берут вообще страшный пенек, вообще страшный пенек. Туда там все жужжит, и все равно выходит оттуда изделие. О, бля, хватает лом. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. О, бля. Вот так и здесь. Лом всегда найдется. Крупнейшем? Да. Госдума унесена законопроект по поводу миссионерской деятельности. Ну, естественно, а что ж вот...